Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Финансы в госвласти и местного самоуправления стало меньше на треть. 21 снизился и средний уровень взятки. Это 94 тысячи рублей по итогам 2019-го. Годом ранее цифра составляла 115 тысяч. Программа Экономика. Ставка по ипотеке опустилась ниже 9% по итогам января. Она составила 8,82%. За год снижение чуть больше, чем на 1%. Об этом сообщает Кировское отделение Волговецкого главного управления ЦБ. Там отмечают, что стоимость ипотеки снизилась в том числе вследствие замедления инфляции и смягчения денежно-кредитной политики Банка России. За январь банки предоставили кировчанам почти 800 ипотечных кредитов на 1,3 млрд. Объем примерно, что и год назад. Обязательства по ипотеке 57,5 млрд. рублей на 7,5% больше по сравнению с аналогичной датой прошлого года. Экономика. На 101. Введение онлайн-касс снижает административную нагрузку на бизнес, так считает руководитель Кировского управления ФНС Денис Смехов. На коллегии, посвященной итогам прошлого года, он отметил, что сейчас в регионе зарегистрировано 35 тысяч онлайн-касс, принадлежащих 13 тысячам организаций и ИП. Это позволяет проводить администрирование бесконтактно. Реформа ККТ позволила налоговой службе выступить с инициативой об отмене в 2020 году отчетности для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом дохода. Занявшись анализом финансовой деятельности, предприниматели и налоговики дают им возможность больше времени и внимания уделить своим бизнес-процессам, говорит Смехов. Экономика. В завершении о валютах на сегодня доллар стоит 72 рубля 2 копейки, официальный евро 81,86. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101FM.